Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про выставку пристройства бездомных животных Юнафест. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных, у нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. 3 ноября в торгово-развлекательном центре Бутово Моу разместились сразу две площадки боготворительного фестиваля Юнафест. На одной искали хозяев для собак, на другой для кошек. На встречу с будущими владельцами приехало более ста животных. Я таких добрых собак вообще не встречала. У меня в самой собаке похоже на характер лабрадора безумие. Детей обожает, просто страх. Потом все время лезет на руки вот так, хочет обниматься, танцевать любит, не гавкает почти. К туалету кучу, вообще не чудо собака. Специалисты центра реабилитации животных Юна не просто отдавали кошек и собак в добрые руки, а внимательно следили за тем, чтобы питомец идеально подходил будущему владельцу. Для этого волонтерам фестиваля было важно не только увидеть, что между животным и человеком есть контакт, но и провести собеседование с возможным хозяином, чтобы убедиться в серьезности его намерений. Главная задача сотрудников центра сделать так, чтобы четвероногие подопечные обрели настоящую семью и ни в коем случае не оказались снова на улице. Мне кажется, она абсолютно в любую семью подойдет, потому что вот она здесь сидела с зефиром, то есть у нее никакого конфликта с другими животными нет. Она достаточно тихая, спокойная и с детьми, мне кажется, будет ладить, потому что вот ее все, кто брал на руки, она у всех мурлыкает. Мероприятие стало настоящим праздником для любителей животных и не ограничилось только выставкой-пристройством подопечных приютов. Во время фестиваля каждый желающий мог получить полноценную консультацию от ветеринарного врача, поучаствовать в творческих мастер-классах и конкурсах, а также пожертвовать средства на боготворительность. За семь часов работы мероприятия удалось пристроить 42 четвероногих друга. Для каждой кошки и собаки из этого счастливого списка началась новая жизнь. Следующую выставку пристройства представители центра Юна планируют провести в январе. О других интересных событиях, связанных с братьями нашими меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!